В Самаре продолжается комплексное благоустройство улицы Чернореченской. Напомним, что сначала были организованы работы по перекладке инженерных коммуникаций. По информации профильного городского департамента, трубопровод, по которому будет подаваться холодная вода, планируется сдать в ближайший вторник, 30 июля. Но уже сейчас на объекте одновременно ведутся и работы сразу по двум нацпроектам – безопасные качественные дороги и жилье и городская среда. В рамках первого проекта подрядчик уже срезал верхний слой асфальта. Сейчас на проезжей части производят монтаж бортового камня параллельно с ремонтом тротуаров по обеим сторонам улицы. Проложены коммуникации системы освещения. Для этого на всем ремонтируемом участке устанавливают опоры. В соответствии с ГОСТом территорию будут освещать светодиодные лампы. Также специалисты отмечают, что устроят расширение автодороги для минимизации пробок. Предусмотрено расширение перед Владимирской. На том участке уже установлен бортовой камень и устроены щебеночные основания. Границы уже полосы уширения имеются. В тех местах, где шли перекладки инженерных сетей, все засыпано и заасфальтировано. На следующей неделе люки инженерных коммуникаций поднимут на проектную высоту. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на Чернореченской производятся работы по благоустройству бульвара. Начаты со стороны улицы Владимирской. Сейчас уже по центральной, там, где проект идет по комфортной городской среде, уже уложена часть плитки. Это, конечно, не очень большой участок, это начало работ, но уже внешний вид, есть впечатление об этом. В настоящий момент темпы работы опасений не вызывают. Отметим также, что в начале осеннего сезона Чернореченскую озеленят. Ремонтные работы идут. Чтобы не повредить растения, мы будем это высаживать ближе к концу сентября. Наша задача, чтобы растения были не только высажены, но и максимально сохранены. Изюминкой улицы станет молодежный театр-мастерская. Он разместится в здании бывшего кинотеатра России, которое сейчас реконструируют. Жители города, активные общественники, наблюдают за ходом всех работ и с нетерпением ждут обновления территорий. Мы надеемся, что здесь будет вообще все по-другому. Улица живет, островок, именно уголок культуры появится, благоустроенный, новый. И я так думаю, здесь, конечно, многим понравится проводить вечернее время. Полина Чулякова, Валерий Майоров, Игорь Казановский. События.